Дорогие друзья, добрый день. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Новгородова, Айдын Слепцов и в нашей студии гости. Я сейчас их представлю. Надежда Дегтярева, учитель-логопед, центральная психолога медико-педагогической комиссии Республиканского центра психо-медико-социального сопровождения Республики Саха, Якутия. Надежда Николаевна, здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели. И представлю ещё двух гостей нашей студии. Это Алена Петрова, заведующая отделом по работе с детьми и с особыми образовательными потребностями, учитель-дефектолог Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения. Алена Федоровна, здравствуйте. 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 Добрый день, уважаемые слушатели. мне хотелось бы именно рассказать именно хочу сказать цель данной комиссии да это главная цель является определение уровня развития ребенка именно выявление различных отклонения развития это допустим нарушение слуха нарушение зрения нарушение опорно-двигательного аппарата расстройство очистского спектра детей задержкой психического развития и дети собственно осталось легкой степени и умеренной степени это наши категории детей с особым образовательными потребностями также когда ребенок и родители приходят к нам на комиссию до по по итогам комиссии определяется адаптивная программа до с этой программы уже дальше ребенок идет об образовательную школу получается да и уже учитель назначает прописывает адаптивную программу не всегда родители вернее даже я думаю наверное всегда родители не хотят верить то что с их ребенком что-то не так но хочется чтобы твой ребенок был нормальный да вот как без без каких-то отклонений без каких-то вот таких вот вещей которые ему будут мешать адаптироваться в социуме и насколько для вас как специалиста сложно донести родителю что если вовремя не оказать помощь такому ребенку то наоборот жизнь его усложнится мы перед эфиром говорили о том что для таких детей очень сложно сдавать экзамены и родители таким образом как бы хотят их уберечь от каких-то диагнозов но на самом деле они наоборот ставят их неловкое положение и перед одноклассниками и перед самими перед самим собой ребенка но есть такая тенденция увеличение да именно с особо образовательной потребностями но комиссия не определяет диагнозы она выдает заключение на и в том-то дело дети с ограниченной возможности здоровья дети особо образовательной потребности имеет право сдавать два экзамена это русский язык и математика и каждая с нарушением зрения допустим слуха опорный аппарат и есть свои кодировки уже по результатам комиссии комиссия определяет может ли ребенок написать изложение может ли написать ребенок сочинение например дети с расстройственно чувство спектра они пишут у нас диктанты математика там уже своя категория и она определяется не по 10-бальной системе а по пяти больные получается да например к примеру если ребенок обычный ребенок допустим который пишет основной государственный экзамен у них определяется по 5 по 10 стопроцентный балл да получается ребенок совоза с ребенка с особыми образовательными потребностями уже определяется условие то есть итоговое собеседование увеличивается на 30 минут также сам экзамен пусть будет русский язык пусть будет математика увеличена полтора часа если допустим оге и еге идет четыре часа экзамена ребенок с особым образовательной потребности будет писать пять с половиной часов есть время подумать да это тогда он будет уже в специальной школе обучаться или это можно в обычной вообще образовательной школе но просто с индивидуальным подходом к ребенку есть дети категория детей которые обучаются специальной школе коррекционной школе это дети с нарушением слуха с нарушением зрения с речевым нарушением эти дети у нас уже специально коррекционной школе еще раз повторюсь обучается есть категория детей которые обучаются массовой школе да но тут еще можно сказать что выбор за родителями если родитель выбрал массовую школу, то они имеют и обучаться массовой. Наши рекомендации, именно у кого есть зрение, да, нарушение зрения, нарушение слуха, то желательно обучаться в коллекционных школах. Нарушение зрения сейчас дети все, так же, как и взрослые, в смартфонах, да, и все это с компьютером, ноутбуком. У всех, в общем-то, зрение оставляет желать лучшего. Да, в этом вы правы. Но дело в том, что это, как говорится, такой легкой степени нарушения зрения. Есть, конечно, очень сложные дети. У нас слепые дети есть, поздноослепшие есть, слабовидящие дети. Это, действительно, они должны обучаться в коллекционных школах. А с легкой степени они могут обучаться в массовой школе. Сколько детей вот таких, которым нужна вот такая вот специальный подход, индивидуальный подход и вот обучение в коллекционных школах? Я не имею в виду вот число, да, много, растет ли это число? Точное число, не имею в виду. Или же на снижение идет количество таких детей? Да, в количестве таких детей наблюдается увеличение, но оно связано, ну, это сугубо было мое мнение, да, оно связано именно с материнским капиталом, да, оно может быть связано именно, ну, как семья, допустим, да, она социальная семья, то есть не секрет, что вот мамы, папы, да, в свое время употребляли во время зачатия, допустим, да. Это все, конечно, сказывается на развитие ребенка, как беременность протекала у мамы, да, как роды проходили, все это, конечно, связано. Это одна из первых лидирующих причин, вот такое вот отношение безответственное, да, к тому, чтобы подарить... Да, есть такое, к сожалению, есть. Подарить ребенку жизнь, и вот история с материнским капиталом, да, вот то, что, к сожалению, больше вот на это идут те семьи, которые просто хотят получить деньги. Да, вы правы, есть такое, да. Но есть еще и тенденция детей, которые вот именно большая масса детей, это задержка психического развития, очень большая масса, да, то есть это пограничное состояние. И те дети, именно пограничное состояние, оно с каждым годом у нас увеличивается. А что такое пограничное состояние? Как это понять, что пограничное состояние? Ну, пограничное состояние, это, допустим, когда у ребенка есть задержка психического развития, при хорошем, адекватном, допустим, воспитании, обучении, ребенок может взять норму, взять на общепозавательную программу. Есть, конечно, тенденции детей, которые, к сожалению, норму они не берут, то у них идет спад. Вот смотрите, а как понять, допустим, если мы берем такую семью, которая, воспользовавшись возможностью получения материнского капитала и просто из-за денег, и, допустим, неблагополучное, где родители оба употребляют алкоголь, вряд ли они вообще обратят внимание на то, что ребенок у них немножко с какими-то отклонениями или с задержкой речи, или задержкой мышления, психологического какого-то развития. Они просто не увидят ведь это. Как помочь тогда такому ребенку? Конечно, они нет у него видят, они и не желают видеть. Но в этом уже может помочь только образовательная организация. Если ребенок не справляется с данной программой, то уже с согласия родителей они могут иметь право подать заявление на психолога-медико-педагогическую комиссию для определения уровня развития, для определения основной общеобразовательной программы, адаптированной. Дети бывают, ведут себя, например, кто-то из детей очень громко говорит или кричит, когда этого не требуется. Допустим, взрослый рядом, который может его услышать. Некоторые дети, они вообще не разговаривают. И для каких-то семей это норма, когда ребенок просто молчит и занят чем-то своим. И, в общем-то, родители это не настораживает. Как вообще в идеале должен ребенок себя, не должен, как по словам, не нравиться, как нормальный ребенок и как соответствовать взрослому его потребностям, как объяснить ему, как вывести на разговор, возможно, или наоборот объяснить, что кричать не нужно. Или это невозможно сделать, если уже есть какие-то нарушения психологического какого-то поведения. Ну, именно в психологическое нарушение, если вы говорите, то уже работа должна подключиться к психологу. И родители, если, конечно, он увидел какие-либо нарушения, то нужно, конечно, обратиться к врачам, к неврологу, к психиатру. Это обязательно. То есть родитель сам не справится, он как-то не сможет в какой-то момент, например, перестроиться и быть внимательным к своему ребенку и поправить положение дела. Все равно нужен специалист. Ну, если родитель не справляется, да, то уже подключаются специалисты. Родители могут даже не понимать, что они не справляются. Это может быть, ну, как бы такой вот стиль в семье. Все молчат, никто никого не трогает, и ребенок там где-то затих, и слава богу. Либо там все кричат в семье, и тоже вот это нормально. Ну, где-то если он появится в другом каком-то коллективе, это будет выглядеть странно. Ну, это поведение, можно сказать, синдром гиперактивности. Есть такие, да, заключения. Если действительно ребенок уже, получается, не слышит себя, да, не слышит окружающих, и родитель не может помочь. Еще раз повторюсь, да, это уже действительно через наших специалистов. Это психолог, невролог. Давайте еще расскажем, допустим, вот родители, может быть, послушают, да, сегодняшний наш эфир, и хотят как-то повнимательнее отнестись к поведению своего ребенка. Каков алгоритм обращения к вам, и насколько это сделать возможно, чтобы вот, ну, как-то не ранить там психику ребенка, чтобы его не замучить вот этими всеми комиссиями, тестами. Ну, именно когда можно обратить внимание, что ребенок не справляется с данной программой, общепрозывательной программой, да, то... То есть первая это все-таки школа, да? Да, школа. Даже не детский сад, в детском саду еще сложно. Нет, школа, детский сад тоже может быть, потому что дети это у нас... Первые звоночки. Первые звоночки идут именно дошкольным учреждениям, да, дошкольным. Еще не все туда могут попасть, с учетом очередей в детские сады. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, вернемся и продолжим про алгоритм. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию Якуск сегодня и в нашей студии специалисты Республиканского центра психо-медико-социального сопровождения. Мы говорим о том, как помочь детям, которые нуждаются в помощи специалистов. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. И вот мы говорили о том в первом блоке, как родителям, которые заинтересованы помочь своему ребенку, обратиться в ваш центр, пройти этот алгоритм. Но с другой стороны, если это родители, семья неблагополучная, да, то вряд ли они к вам придут. И таких детей, наверное, действительно только через школьное учреждение или дошкольное учреждение как-то вот можно с ними работать, да. Ну и, наверное, не только в неблагополучных семьях рождаются такие дети. И наверняка есть те родители, которые действительно готовы помочь своему ребенку, готовы пройти какой-то определенный путь, чтобы впоследствии он смог состояться в этой жизни и найти свое место в ней. И все-таки про алгоритм. Давайте закончим. Ну, алгоритм у нас такой, да. Есть определенный пакет документов, который должен собрать родитель. Это, получается, обязательное обследование у врачей. Они должны пройти у врача-психиатра, у врача-невролога. Если есть нарушение зрения и слуха, то уже эти узкие специалисты, то есть у лора, офтальмолога, они должны получить все медицинские справки, да. Собрав документы, уже по нашему телефону 403517 записывается на прием. И прежде как ребенок приглашается на комиссию, мы отрабатываем с родителями. То есть мы смотрим, проверяем документы, все ли они собрали. И обязательно важным документом является эта педагогическая характеристика. То есть характеристику заполняет уже классный руководитель. Если есть предпетники, то они тоже подключаются. Собрав все документы, уже родитель и ребенок приглашаются на комиссию. И по результатам комиссии уже выдается заключение, где прописываются все специальные условия для освоения программы. Мы сейчас давайте перейдем к ранней помощи. Еще у нас есть Алена Федоровна, которая расскажет о том, как не пропустить момент, когда помощь нужна практически с рождения, с нуля. До трех лет. До трех лет. Психолого-педагогическое сопровождение для семей с детьми раннего возраста является актуальным направлением дошкольного образования. И ранняя помощь – это технология помощи семьям, где есть ребенок от нуля от рождения до трех лет. И именно в ранние годы появляются базовые фундаментальные навыки у ребенка, которые называются жизненными навыками. Это умение самостоятельно кушать, одеваться, раздеваться с помощью взрослого, уметь взаимодействовать с другими людьми. И эти навыки в будущем пригодятся для развития ребенка. И современные научные исследования доказывают, что определяющими являются вот именно первые три года. Чем раньше, тем лучше. А ранняя помощь в чем состоит? Вот научить ребенка одеваться и как-то заботиться о себе, это родители делают все? Младенцы и дети развиваются с разной скоростью. Есть ожидаемые сроки, когда ребенок должен, например, переворачиваться, сидеть, ползать и ходить. Есть такие нарушения, где у ребенка отстает развитие. Например, мы ждем, когда ребенок начнет переворачиваться с четырех до шести месяцев, а у нас он не поворачивается восемь месяцев. Ожидаем то, что ребенок будет ползать, и он у нас не ползает, например, и начинает сразу ходить. Вот сидел-сидел ребенок и начинает ходить. Либо... Это является нарушением? Да, это является нарушением. Ребенок должен пройти полный антогенез развития. Почему это чревато, если он сначала сидел, потом встал и пошел? Наоборот же, кажется, вот хорошо. Такой молодец, перепрыгнул. Родители как раз радуются, что вот мой ребенок сидел-сидел, а потом начал ходить. Оказывается, это плохо, потому что, когда ребенок ползает, у него развивается мозг. Левая и правая сторона, и когда он двигает рукой, ногой, и это помогает в будущем, например, при письме. Вот приходят дети в ПМПК, и выясняется то, что ребенок, оказывается, не ползал. Когда спрашивают анамнез ребенка, выясняется так. Вот еще детей живут в Манежике, да, и там им тоже, чтобы они скорее вставали, оказывается, надо, чтобы они хорошо ползали. Ползали, плюс еще родители садят детей на ходунки, это оказывается тоже плохо. Неврологи не рекомендуют ставить детей на ходунки, он должен прямо пройти вот этот антогенез развития. Надо же. Да. На ходунки вообще нельзя, и в Манеж не взяли просто какое-то время? Нет, Манеж, ну, насчет Манежа не знаю, но ходунки точно... Вообще не надо. Да, не надо. Лучше пусть сам начинает ползать, а потом встанет. Тоже мамочкам тяжело. Угу. Все, столько внимания, когда ребенок ползает. Да, да, да. Но есть так называемые возрастные нормативные, возрастной нормативный коридор, где ребенок начинает делать вот это все, да. А есть дети, которые отстают от развития. Вот именно таких детей мы приглашаем в службу ранней помощи, чтобы родители могли проверить, как развивается их ребенок. А как это все проходит, тем более сейчас, во время пандемии, наверное, это все в онлайн формат, можно показать, как ребенок себя ведет, и специалист тогда скажет, на какие вещи обратить внимание, или как-то по-другому. Ага. Для того, чтобы узнать это, можно позвонить нам по телефону 507-114, либо у нас есть инстаграм-страница раннее развитие, нижнее подчеркивание ЕКТ. Там директ могут написать родители. Мы отправляем им ссылку на анкету. Это первая ступень, чтобы попасть к нам на консультации. А вот такую анкету лучше заполнить до рождения малыша или все-таки дождаться, когда он родится? Когда родится. От двух месяцев до трех с половиной лет они заполняют эту анкету. Нет очереди, да, у вас большой? Нет очереди. Любой родитель, находящийся в республике, могут обратиться к нам в службу ранней помощи. И вот эта психолого-педагогическая компьютерная диагностика позволяет выявлять речь ребенка, как понимание речи у него, самообслуживание, крупная мелкая моторика. И прямо диаграмма выходит. И родители сразу результаты видят, итоги результатов видят на WhatsApp или на электронную почту отправляем. Потом мы их приглашаем на консультацию, и если родители желают проходить консультацию, приходят к нам с медицинскими документами. У нас в службе ранней помощи работает несколько специалистов. Это логопед, дефектолог, психолог и медицинский работник. Психолог, например, работает с эмоциональным состоянием ребенка, как взаимодействовать с этим ребенком. Есть, например, дети с гиперактивностью. Еще логопед, кстати, у нас работает не как работает логопед в дошкольно-образовательном учреждении. Он не сидит с ребенком, например, напротив зеркала, а он учит ребенка взаимодействовать, играя во время игры. Потому что дети маленького возраста, у них внимание очень ограниченное, и поэтому приходится менять игры. Игры, подвижные игры, настольные игры, все меняем. Это все ваш центр предоставляет бесплатно? Бесплатно, да. Для нашей республики? Если есть нарушения в развитии, мы выявляем на консультации и приглашаем ребенка на индивидуальные либо групповые занятия. Такого маленького же на групповые? Да. Это получается как в детском саду, да? Да, мы готовим как раз к адаптации в детском саду. Такая группа малышей, с которой занимаются? Ну, в основном к нам обращаются родители с детьми от двух до трех лет. От полутора в консультацию. А сколько популярно такое обращение в нашем городе, в ваш центр? Да, родители обращаются. Да, и вот Инстаграм сейчас популярен очень, поэтому через Инстаграм видят рекламу нашу, и поэтому обращаются. Много обращений в республике. И в республике такие же службы работают почти в каждом УЛУСе. 38 служб есть. Они находятся по ПМС-центрах, вот в таких же центрах, как у нас, да, в шести. В дошкольных образовательных учреждениях есть. И в специальных коррекционных школах есть. 38 и будут еще открываться в 22-м году, в 23-м году. И чтобы открыть службы ранней помощи, мы проводим конкурсы, где делают проекты службы ранней помощи. И по итогам конкурса выигрывает 10 учреждений, в которых будут открываться службы ранней помощи. В настоящее время нет служб ранней помощи в Лаиховском, Аннабарском, Верхнеколымском и Нижнеколымском районе. А в остальных везде есть служба ранней помощи. Если там есть интернет, то Инстаграм, он тогда может быть помощью. Если там есть бесперебойный интернет. Тогда получается, что за ранней помощью, в принципе, нужно обратиться к каждому родителю, потому что какие-то анимации родитель просто не может, может не знать, вот как с ходунками, да? Да, да, да. А я подумала сначала, что вот от нуля, да, когда я узнала вот от скольки, я подумала, что от нуля это перинатальный период, и вы готовите вот родителей к материнству и отцовцу, то есть до рождения ребёнка вы вот эту раннюю помощь оказываете. По идее, вот если бы такая школа была, да, то уже, наверное, родители были бы подготовлены к тому, как ребёнок должен развиваться. Да, беременные женщины тоже могут обратиться к нам, мы их консультируем, заранее готовим, на что обращают внимание родители на развитие ребёнка, например. Есть возрастные вот нормы развития, и могут обратиться, приглашаем, да. Сейчас, в общем-то, всё можно найти в интернете, да, всё, любую консультацию, но когда со специалистом, когда индивидуальная, и тем более это можно получить… Всё в одном месте. Да, в одном месте и бесплатно, то это как-то очень располагается. Какими страхами вот вам приходится работать, родительскими страхами? Сначала, ну, мы не ставим диагноз, да, как вот ПМПК, но если мы видим какие-то нарушения, мы осторожно говорим родителям, например, РДА, да, вот раннее расстройство аутистическое. Если мы видим, то видим, то есть даём родителям какой-то тест и говорим, чтобы они обратились к другим специалистам, как-то плавно переводим. Родители в какой момент могут сами понять, что вот если речь об аутизме, что ребёнку уже нужна помощь специалиста, вот в какой момент это для родителя уже очевидно? Да, когда, например, родитель видит, что ребёнок не смотрит в глаза родителю, когда он видит, что ребёнок складывает всё так в ряд, вот после этого они могут обращаться к нам. Перфекционизм это с аутизмом очень связано? Да. Надо же. Я тоже много нового узнала вот уже за какое-то небольшое время. Надеюсь, нашим слушателям и зрителям наш эфир полезен, и мы сейчас буквально через две минуты снова вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в нашей студии специалисты Республиканского центра психо-медико-социального сопровождения. Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. По ним вы можете задать свои вопросы о том, как помочь ребёнку. Если вашему ребёнку нужна такая помощь, возможно, рассказать какую-то свою историю, задать любой вопрос по нашей теме, присоединяйтесь. Мы до ещё там 13-12 минут ещё будем в прямом эфире. Надеюсь, тем, кому нужно и есть что спросить, успеют присоединиться к нам. И в третьем блоке, я думаю, будет верно поговорить о том, какие планы год только начался на этот год у вашего центра. И, возможно, есть какие-то акции интересные, есть какие-то мероприятия, на которые вы рады пригласить и жителей нашего города, и жителей нашей республики. Да, действительно, год только начался, и мы вот хотим и спешим рассказать о наших планах. Наш центр — это то учреждение, которое непосредственно работает и с детьми, и с родителями. И хочется сказать, что мы не проводим мероприятия единично. У нас это такая система, которая уже на протяжении многих лет отработана. И благодаря нашему Министерству образования и науки Республики Саха-Якутия наш центр является оператором многих направлений. И вот хочется сказать, что впервые на уровне Министерства образования и науки будет утверждена, сейчас это в проектном таком виде, да, проходит экспертизу государственная программа инклюзивное образование. Я думаю, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью данная новость заинтересует, потому что действительно данная программа поможет выстроить вот эту доступную инклюзивную среду в нашей Республике. Это, конечно, касается и об обучении узких специалистов, потому что показывает практика, что во многих муниципальных образованиях таких узких специалистов, таких важных специалистов, как учитель-логопед, учитель-дефектолог, даже иногда психолога в школе не бывает. Поэтому вот эта программа, она поможет нам выстроить вот эту вот безбарьерную психолого-педагогическую, медико-социальную помощь нашим детям и родителям. Также хочется сказать, что наш центр проводит определенные мастер-классы для родителей, именно как работать с детьми, которые имеют некую особенность. То есть это наши специалисты высшей категории, это логопеды, дефектологи, психологи, проводят для каждой категории на зоологии родителей, да, как развивать речь в определенном возрасте у ребенка, как понять, что есть какая-то проблема, какие элементарные пальчиковые гимнастики. То есть буквально на каждый возраст у нас есть свой специалист, определенный специалист со своей программой, которая периодически на всю республику транслирует свой опыт. Конечно, благодаря тому, что сейчас очень широко используется Инстаграм, мы можем прямые эфиры проводить, мы можем Zoom-конференции использовать. Очень, конечно, пандемия в этом в каком-то смысле помогла, развить такие дистанционные формы работы, где наши родители из самых отдаленных уголков нашей республики могут принять в этом участие. Также хочется сказать, что на протяжении многих лет в каждой образовательной организации работают такие общественные организации, наверное, повторюсь, это посты ЗОЖ, то есть это постформирование здорового образа жизни, где помогают пропагандировать здоровый образ жизни, начиная с первого класса по одиннадцатый класс. И уникальные мероприятия проводят как для учеников, так и для родительской общественности. Очень хочется призывать родителей, слушателей, гостей столицы, гостей республики, принимать очень активное участие в таких воспитательных мероприятиях, потому что все-таки пример родителя, он очень важен для каждого ребенка, и когда родитель рассказывает о ценностях здоровья, когда родитель рассказывает о каких-то воспитательных нормах, каких-то семейных ценностей, это, конечно, очень здорово и помогает в ребенке вот это зерно нравственности как-то возрастить. А также наш центр очень активно помогает всем нашим муниципальным образованиям в выстраивании вот этой системной помощи, начиная со служб ранней помощи, территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, ну и вообще в образовании, скажем, в организации, вот, помощи всем участникам образовательного процесса. Получается, что, допустим, вот такие комиссии, да, они уже работают с последствием того, что в свое время не была проведена вот эта вот работа про здоровый образ жизни, про ответственное материнство, про такую вот правильную здоровую беременность, и в конечном итоге, то есть не причину, да, приходится как-то вот, а уже последствия как-то разруливать. Что вот на ваш взгляд, как и специалистов, и как наших горожан можно сделать в нашем городе для того, чтобы вот на начальном этапе как-то люди задумывались о том, насколько большая ответственность родить ребенка, и не шли вот так вот на поводу, допустим, там материнского капитала просто, чтобы это не было продиктовано получением денег. Чтобы минимизировать диагноз, вот, или статус детей с ОВЗ, нужно приходить, проходить консультацию в службу ранней помощи. Обращайтесь, мы вас ждем. Так вот такие родители, которые, допустим, для которых нормально нетрезвый образ жизни является нормой, да, куда они вообще пойдут? Ну, здесь хочется, наверное, сказать, чтобы наши классные руководители, наши воспитатели дошкольных, образовательных учреждений очень тесно взаимодействовали с любым родителем. То есть к любому родителю нужно найти тот ключик, который поможет, ну, помочь ребенку в той или иной ситуации. Не все родители такие плохие и не хотят хорошей судьбы для своего ребенка все-таки, да, хочется верить, будем оптимистами. Согласна, что все люди добрые, все замечательные, но просто зависимость – это очень сильная история такая, да, от которой очень сложно, в общем-то, себя как-то огородить взрослому человеку, тем более, если речь идет уже о каком-то стаже, да, то есть головой это можно понимать в состоянии трезвости, но изменить свою жизнь, я не знаю, вы верите вообще в то, что алкоголизм можно прям вот так вот уже в такой стадии вылечить, и человек может свою судьбу поменять. Я как-то не очень в это верю. Только от человека зависит. Ну, вот желание, если есть, то изменится. Это же, да, от человека зависит, от желания. Принуждать нет. Ну, что хочется сказать, да, именно вот родителям нашим, да, которые, имея дети с особыми образовательными потребностями, да, чтобы ребенок получил адекватное образование, получается, да, чтобы ребенок уже в дальнейшем в жизни своей получил, ну, уже после школьного образования, да, специальное учебное заведение, да, не боясь, проходили психолога-медика-педагогическую комиссию, так как она дает, ну, как бы скажем, да, в кавычках путевку, да, в жизнь. Еще раз повторюсь, что именно дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми образовательными потребностями. А где они потом смогут работать? Потому что, в принципе, ребенку, у которого все в порядке, со здоровьем, тоже, в общем-то, не так-то уж прям разбежишься. А когда ограничения по здоровью, ты еще больше сужает круг, и финансовая сторона тоже имеет значение. Нет, ну, тут я могу поспорить, да. А, да, поспорьте. Дети, вот, именно с ОВЗ, да, они имеют право давать два экзамена, получив эти, сдав эти экзамены, они получают у нас обычный аттестат. То есть по аттестату ребенок уже может поступить в специальное профессиональное образование. И, окончив это учреждение... А вот куда они идут, это что за образование? Обычно что им предлагают? Ну, у нас в ЛАГА сейчас берут учебное заведение после 9 класса, то есть дети имеют право поступить после 9 класса или же после 11 класса. Для таких учебных заведений у нас есть. Это как автодорожный техникум, да, таких деток берут. Есть у нас еще... Сервисы и дизайны. Да, сервисы и дизайны есть. В общем, очень много. Для детей и даже есть для детей, собственно, осталось, и тоже берут на учебу, получается. Ну, там, конечно, сложно, места очень мало, поэтому бывает, что и дети не поступают. А так учебное заведение есть. Дети получают аттестаты, дети получают образование, и после этого уже они, ну, работают по своей специальности. Если взять пример, допустим, да, каждый человек, родитель, да, я вот тоже мама считаю, трех детей, у меня, у самого ребенка с ограниченной возможности здоровья, да, после 11 класса мы поступили в автодорожный техникум, и его, ну, получается, он поступил, прошел все эти испытания, получается, и сейчас обучается, и обучается успешно. Вы, как, именно поэтому, наверное, занялись, да, чтобы вот так со своей работой и смочь помочь ребенку? Ну, это было более, как бы, раньше произошло, да? Ага, раньше все это, когда, вот, допустим, я училась еще в педучилище, да, открыли коррекционную педагогику плюс логопедия, да, и на этот момент у меня брат есть, да, был, можно сказать, тоже с ограниченной возможности здоровья. К сожалению, учебу он у нас плохо брал, и смотря вот на него, я решила стать дефектологом, логопедом, чтобы помочь своему брату. Вот это и все началось у меня, допустим. И так потом повторилась такая история в вашей семье, да, Даша? Да, потому что, еще раз повторимся, что не, даже не... Никто не застрахован. Да, не застрахован от этого, да, даже и у ученых рождаются такие дети. Можно вот еще сказать, у нас... Генетически просто еще бывает, да, так далее. Да, вот по планам. В преддверии вот нашего эфира, 26 января, у нас начинается традиционное январское совещание работников образования. И вот родителям хочется сказать, посещайте площадки, будут очень интересные. Следите за анонсами, и приглашаем очень активно принимать участие. Спасибо большое всем за то, что сегодня нашли время и поделились информацией. Надежда Николаевна, спасибо за откровенность и доверие. Слушателям и зрителям большое спасибо за внимание. Всем хочется пожелать здоровья, сил и терпения. И пусть все дети будут счастливы и здоровы. Очень этого хочется, особенно после таких эфиров. Спасибо. Всем хорошего вечера.